Тамара причитала в трубку о тяжелой женской доле, тотальной несправедливости, судьбе злодейки и предательстве близких. Нина слушала ее молча. К телефонным выступлениям лучшей подруги она привыкла. С тех пор, как Тамара продала квартиру и переехала к жениху в деревню, подобные разговоры происходили с завидной регулярностью. Раньше Нина верила, жалела, давала советы, поддерживала, предлагала помощь, но Тамара все никак не могла вырваться из круговорота проблем. Сожителя уволили с работы, хотя руки у него золотые, но его найти не может. Везде обманывают, предлагают сомнительные условия и низкую зарплату. Домишко, в котором живет пара, совсем разваливается. Никто им не помогает. Даже родной сын отказался поддерживать мать. Не звонит уже несколько месяцев. История про сына задела Нину заживое. Егор всегда казался ей рассудительным молодым человеком, ответственным. Не мог он просто так бросить мать. Может, в компанию плохую попал или под что-то влияние. Когда Нина познакомилась с Тамарой, Егорке было 15 лет. В паспорте женщины давно стоял штамп о разводе. Они жили с сыном вдвоем. Егор поступил в колледж, подрабатывал, копил на институт. А Тамара все пыталась устроить свою личную жизнь. «Нет, сейчас нет нормальных мужиков», вздыхала женщина, переживая очередное расставание. «Ты дома не там ищешь», отвечала ей Нина. «Все у тебя какие-то из интернета». Надо реальных мужчин искать, чтобы со стороны на него можно было взглянуть. А эти твои интернетные соловьями поют. А толку-то?» Пять лет женщины отработали на одном предприятии. Нина нашла себе другое место и уволилась. Тамара осталась. Дружба их продолжалась, пусть и стала не такой близкой. Пару лет назад в жизни Тамары появился Григорий. Жених нашелся в том же интернете. Проживал в небольшом населенном пункте, в ста километрах от города. Тамара стала мотаться к нему на свидание. Нину немного смущало, что не мужчина к ней, а она к нему. Несолидно как-то в 43 года к любовнику на покутках кататься. Но подругу ничего не смущало. А значит, не Нине на это дело. Роман на расстоянии длился несколько месяцев. А потом подруга приняла судьбоносное решение – перебраться жить к любимому в деревню. Но не просто так, а продав свою жилплощадь. «Зачем же квартиру продавать?» – удивилась Нина. «Продам, а деньги вложим в ремонт дома», – рассказала Тамара. «А то у Гриши домик старый, горячей воды даже нет. А мне комфорта хочется». «Если хочется комфорта, то оставайся дома», – посоветовала Нина. Она всячески уговаривала подругу не продавать квартиру. Но та не слушалась. «А Егорка с тобой поедет? У него же колледж», – удивилась Нина. «Нет, он у бабушки поживет», – отмахнулась подруга. Бабушка Егорки считалась двоюродной сестра Тамариной матери. Женщина, скажем так, не самая ответственная. Любила пожилая дама приглашать гостей и пригубить слегка. «Не боишься с такой бабкой сына оставлять?», – спросила Нина. «Она его любит», – пояснила Тома. «Да Егорка не маленький, разберется». Тамара уехала в деревню. С тех пор подруги не виделись, а только созванивались по телефону. Тут-то и началась трансформация из веселой хохотуньи, все время жалующейся на судьбу женщину. Не то, чтобы раньше Тамара всегда была довольна жизнью. Всякое случалось. Бывало, что плачет жилетку, пожалуется на судьбу. Теперь же Нина забыла, как звучит голос подруги без печальных ноток. Рассказы про разваливающийся дом, трудности с работой и бесконечный ремонт уже не удивляли. А вот история про ссору с сыном совсем другое. «Ты же говорила, что Егорка работу хорошую нашел. Помогает вам», – удивилась Нина. «А теперь оказывается, что вы в ссоре?» «Это недавно случилось», – схлипывала Тамара. «Предал меня сын». Нина вздохнула. «Тяжело такое слушать. Неужели и правда Егорка попал под плохое влияние? Ведь такой мальчик был». Несколько дней Нина обдумывала тут разговор с подругой. Злилась, что парень оставил свою мать. Тамара, быть может, не самая лучшая родительница, совершила в жизни много ошибок. Но неужели не заслужила хоть какой-нибудь помощи от сына? Нина решила поговорить с Егором. Попыталась помирить его с матерью. Через свою дочь она узнала, где работает парень, и отправилась туда. Женщина подождала сына подруги у входа в офис. Едва Егор появился на крыльце, она бросилась к нему. «Егорушка», – обратилась к нему Нина. «Ну как ты мог? Мама переживает. Ночами не спит. Как не стыдно». «Переживает из-за чего?» – холодно спросил Егор. «Что халявных денег больше не будет? Вот беда-то. Придется хахалю на работу пойти». «Да что ты такое говоришь?» – захлопала глазами Нина. «Пару месяцев Григория без работы, а до этого разве?» Нина осеклась. «Ничего вы, тетя Нина, не знаете», – вздохнул Егор. «Сначала мама продала квартиру ради него, оставив меня на улице. Потом потратила все наши сбережения на машину его сыну». «На какой улице? Ты же ведь у ее тети», – удивилась Нина. «Полгода», – кивнул Егор. «Полгода я разгребал грязь в квартире бабушки, выгонял гостей-алкашей, которые приходили к ней и моей тете, готовил еду и делал уроки с дочерью тети. А потом, а потом я устал. Устал разбираться с тараканами, выносить бутылки и выводить тетю-бабушку и их сожители из-за поев. Вызвал опеку, спас сестру из-за этого бедлама, за что и был выставлен на улицу. «Почему же ты маме не сказал?» – «Я сказал. Она очень сожалела», – рассказал молодой человек. «Один день я поспал на вокзале. Несколько дней в магазине, где подрабатывал. Потом у друга. Спасибо его родителям, что пустили. Когда закончил колледж, устроился на работу. Тогда смог снять комнату». «А Тамара чего?» – спросила Нина. Егор пожал плечами. «Я помогал маме, даже когда зарабатывал копейки, сидя за касса в супермаркете», – сказал он. «Сейчас нашел неплохую работу. Снимаю квартиру. Коплю на первый взнос на свою. Но я устал. Устал решать не свои проблемы. У мамы с ее сожителями всегда какие-то неурядицы. Я отдавал им половину своей зарплаты. Все уходит неизвестно куда. Видимо, надета Гришеньки и его развлечения. Мне надоело. Нина закивала. Ей стало очень грустно. Подруга Тамара не рассказывала о таких подробностях. Она обычно говорила лишь о своих проблемах. Иногда хвасталась сыном, что у того все хорошо – работа, девушка, друзья. Иногда жаловалась, что он редко звонит, часто занят и хочет приезжать в гости. Но женщина ни разу не обмовилась, с какими трудностями сталкивался Егор. Как ни рассказывала о финансовой поддержке со стороны сына. «А сестру я соберу скоро», – сообщил Егор. «Документы почти готовы. Вы извините, тетя Нина. Мне нужно идти». «Иди, сынок», – тихо прошептала Нина. Она осталась под впечатлением от встречи с парнем. И вот теперь Тамара снова звонила, чтобы пожаловаться. Но судьбу на несправедливости своего сына, который не хочет помогать матерям. «Не стыдно тебе, Тома?» – спросила она, прервав жалостный монолог. «Ты чего, Нинок?» – не сразу поняла подруга. «Я разговаривала с Егором», – сказала Нина. «Много интересного узнала». «Что ж ты, подруженька, не говорила мне, что твой сын жил у друзей, пока ты любовь строила? Что его отложенные деньги присвоила? Что за последние годы он слышал о тебе только одну фразу?» «Сынок, дай еще денег». Тамара принялась что-то объяснять, кричать, доказывать. Пыталась обвинить Егора во вранье. Нина не захотела слушать и просто бросила трубку. Спустя пару месяцев она случайно встретила Егора в детском магазине. Он покупал сестре одежду. Девочка стояла рядом. Нина не стала подходить. Просто улыбнулась и пошла по своим делам. Теперь она с настороженностью относится к слезливым рассказам о предателях, родственниках и тяжелой доле. Дорогие друзья, вам понравился рассказ? Напишите в комментариях. Спасибо за время, проведенное со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всегда рада видеть вас в новых видео.